Марк Твен. Принц и нищий. Было это в Англии в 16 веке. В один из ясных осенних дней случилось событие, которого давно ждала вся страна. В семье короля родился сын. И все англичане от самых богатых до самых бедных праздновали рождение наследника Эдуарда Тюдора, принца Уэльского. Люди пели, плясали, веселились. Весь Лондон украсился флагами. В тот же день в жалкой лачуге в трущобах столицы родился еще один мальчик. Том Кенти. Его отец был вор, а мать нищенка. И в этой семье никто не радовался новорожденному, с которым надо было делить кровь и пищу. Том! Том! Где этот чертов мальчишка? Иди сюда! Иди сюда! Папа, не надо! Ну, пусти! Пусти! Выворачивай карман! Ну, сколько ты сегодня собрал? Па! Пусти! Отец Тома, злой и жестокий, постоянно пьянствовал, а детей заставлял собирать милостыню. Ничем не лучше были и соседи Кенти, населявшие дом. Нищие, воры и жулики. Счастливым исключением среди них был старый добрый священник, живший на скудную грошовую пенсию. И когда Том подрос, он частенько приглашал его к себе, научил читать и писать, познакомил с латынью и, конечно, внушал любовь к добру. Еще больше покорил он сердце мальчика старинными легендами и сказками о волшебниках и феях, о великанах и карликах, о королях и принцах. И ночью, лежа у себя дома на грязной соломе, Том забывал о своих бедах и несчастьях, воображая себя прекрасным принцем в сказочном дворце. Очень скоро, к великой радости своих нищих, товарищей Том перешел от мечтаний к делу. Он назначал их своими телохранителями и придворными, отдавал приказы, доблестно воевал с врагами и неутомимо заботился о благе народа. Покончив со своими королевскими делами, он отправлялся клянчить милостыню, а вечером, после жестоких побоев отца, снова превращался в принца, овеянного почестями и славой. И вот однажды судьба жалилась над ним. Ему приснилось, что он и в самом деле принц. Ах, это было так прекрасно! Он разгуливал по дворцу в сверкающей короне, окруженной лордами и герцогами, и весь народ любил его и почитал. Но чем прекраснее сон, тем печальнее пробуждение. Проснувшись утром в убогой коморке, Том горько расплакался. И ни о чем не думая, ушел из дому и поплелся по улицам Лондона, куда глаза глядят. Весь во власти чудесного сновидения он и сам не заметил, как очутился перед огромным величественным зданием. Это был Весминстерский дворец. Том замер, разглядывая высоченные башни и гранитные ворота с позолоченными решетками. Так вот он каков, королевский дворец! Забыв обо всем на свете, он шагнул к воротам мимо затянутых в доспехе часовых и прижался к блестящей решетке. Боже мой! Уж не сон ли это опять? За оградой, окруженной слугами, стоял красивый мальчик в сказочно-нарядной одежде, усыпанной драгоценностями и с короткой шпагой на поясе. Перед ним был принц. Самый настоящий принц. В этом не было сомнения. Шалван! Ааа, пусти! Получилось! Получилось! Как ты посмел ударить этого несчастного? Сейчас же отопри ворота и пусть он войдет. Есть, ваше высочество. Проходи, мальчик. Я вижу, ты устал и голоден. Ступай за мной во дворец. Садись, мальчик. Угощайся. Ага, спасибо. Как твое имя? Ком Кэнти, сэр. Хм, как-как? Простите, сэр. Том Кэнти, сэр. Где ты живешь? В Лондоне, ваша милость. Во дворе отбросов. Ну, за обжорным рядом. Первый раз слышу о такой улице. А родители у тебя есть? Отец и мать. Мать очень добра ко мне. Зато отец... Он тебя бьет? Ежедневно, перед сном, сэр. Негодяй, сегодня же его бросят в Тауэр. Что, сэр? В Тауэр ему не попасть. Тауэр – тюрьма для аристократов. Хм, ты прав. Ты хорошо ему много воришь. Тебя кто-нибудь учил? Наш добрый сосед, священник Эндрю. Я так и подумал. А теперь расскажи о себе, о своих друзьях. Как вы живете? Во что играете? Ну, иногда мы деремся на палках. Это неплохо. Рассказывай дальше. А еще мы бегаем на перегонки. Отлично, отлично. Дальше. Летом мы купаемся в реке, ныряем, плаваем, а потом зарываем себя в песок. И, простите, ваша милость, мы просто валяемся в грязи. Если бы я только мог раздобыть такую же, как у тебя, одежду и поваляться хоть бы часок в грязи, я, честное слово, отдал бы свою корону. А я отдал бы все на свете за то, чтобы хоть раз в жизни одеться, как вы и ваша светлость. Если так, по рукам. Снимай свой костюм, а я сниму свой. И в тот же миг они поменялись одеждой. Потом заглянули в зеркало и замерли от изумления. Казалось, они превратились друг в друга. Принц обернулся Томом Кенти, а Том — принцем. Затеив дыхание, они молча разглядывали себя в зеркале. Что скажешь, Том? Я не достоин говорить об этом, ваша милость. Ну что ж, тогда я сам скажу. Сейчас никто на свете не разберет, кто ты, а кто я. Только мы с тобой это знаем. Нас можно отличить только по одежде. Взгляни на свое лицо, взгляни на свои руки. Что это? Рубец? Это часовой. Теперь в твоих лохмотьях я понял до конца, как больно и стыдно было тебе, когда он... Не стоит волноваться, государь. Не с места, жди меня здесь. Я накажу мерзавца. Поспешно убрав со стола и спрятав какую-то важную вещь государственного значения, он прямо в лохмотьях вылетел из дворца и кинулся к воротам. Опять, мальчишка! Смотри, сейчас опять нарвет. Немедленно отопри! Слушаюсь. Пусти! Отсозьми! Негодяй, ты ответишь головой за то, что ударил меня в принца Уэйссу. Сжальтесь, ваши ресурсы. Проваливай пока целый, идиот паршивый. Пустите в принца помойки. Да-да, пустите в принца помойки.